Здравствуйте! На Библейский портал поступил вопрос простой в ответе, но сложный в реализации. Как прекратить осуждать? Апостол Павел, к нему явно обращались с этим вопросом, как, в принципе, христиане, они внимают заповедям Христовым, а вот как их реализовать? Даже в самые первые дни христианской церкви, когда такие чудеса, дары Святого Духа, которые невооруженным глазом видны, когда люди идут на смерть за Христа, а тем не менее осуждение побороть очень-очень сложно. Почему сложно? Ну, потому что осуждение, оно зиждется на гордости, а гордость — это то чувство, которое лукавому нашему противнику, супостату, сатане, куда легче нам передать, потому что именно им он живет, именно им он от Бога отпал, будучи предводителем ангельского воинства и из деницы стал сатаной. И апостол Павел в своем послании к римлянам в 14 главе, вот 4 стих, очень хороший. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». В принципе, вот как лукавый, он пытался стать выше Бога, вместо Бога что-то решить. Точно так же и каждый осуждающий человек, ни много ни мало, ставит себя выше Бога. Вот ему кажется, вот человек так грешит, и Бог обязан его вот ну как-то там наказать, ну или просто сказать, что он неправ. Но только Господь видит насквозь все сердце человека, только Господь видит насквозь, что этого человека извиняет. И только Господь может своего раба, свое творение, а более того, своего возлюбленного сына, которым каждый из людей является, судить. И мы, в принципе, вот даже порой надо посмотреть на свое отношение к детям. Не, порой мы там и детей как-то и придираемся, и воспитываем, и так далее. Но все равно, если какой-то, не дай бог, авария, там попадет ребенок, какое-то тоже судебное разбирательство будет, что кто-то скажет, не-не-не, пусть там сгниет в тюрьме, всегда своего ребенка начнешь оправдывать. Точно и так же и Господь. Господь берет и сам судит или сам оправдывает своего сына и своего раба. А для нас, для людей современных, конечно, вот некоторое понятие раб, которое для Рим, Рим, центр рабовладельческой империи, немножко другое. Восприятие, восприятие через негров в Америке, плантации. Для Рима, конечно, надо понимать, что римский дом традиционный, это либо богатое семейство, где множество рабов, которые живут зачастую лучше, чем бедняки в Риме вокруг. Либо это бедное семейство, у которого не множество рабов, но, в принципе, раб обычно даже у самого бедного римлянина был. Если у него было какое-то жилище, то, в принципе, жилище должен кто-то убирать, готовить, и обычно этим рабы занимались. И раб воспринимался как часть семьи. И вот здесь мы точно так же должны, в принципе, относиться к любому человеку согрешающему, что это реально не наше дело. Не наше дело, как хорошо, что это не наши проблемы. Иногда порой вот кто-то из наших близких может там пожаловаться, ой, вот как-то мне там тяжело в семье, взаимоотношения, там, с супругом. И ты смотришь на своего мужа, там, на жену, и человек думает, вот да, да, все-таки как хорошо, что у меня таких проблем в семье нет. То есть, правда, можешь переложить, переложить ответственность на человека, у которого проблемы в семье, и он сам с ней разбирается. Ты не берешь и не вмешиваешься, и даже если, наоборот, ты целиком возмущен, как же там в семье такие трения, но все-таки понимаешь, что нет до развода, слава тебе, Господи, дело не доходит, то ты уже в чужую семью не влезешь и не наведешь там порядок, да, потому что уже это чужой муж, чужая жена, чужие дети. Вот точно так же и здесь для нас мы, с одной стороны, относимся к любому человеку как к ближнему, а с другой стороны, к любому человеку относимся как к абсолютно свободному от нас человеку, который держит ответ только перед Богом. Поэтому, если мы все-таки любим Бога, ну или, по крайней мере, это декларируем, то мы не имеем права ничего у Бога похищать, никаких прав, в том числе и права кого-то осуждать. Это объяснение апостола Павла, конечно, оно и более такое детальное, более по частному поводу дано, если контекст почитать, все-таки это не универсальный ответ про осуждение. Но для нас все-таки важно и вспомнить Евангелие от Луки, шестую главу, вспомнить историю, да, вот этот приточный образ, образ притча, коротенькая притча, да, что ты берешь и ищешь сучок в глазе брата своего, чтобы его достать, и не замечаешь бревна в своем глазу. Это как раз более практические некоторые указания Господа. Это не значит, что мы сильнее грешим, чем человек, который перед нами. Но это очень соизмеряется с другими словами Спасителя, который говорит врачу, исцелися сам. И точно так же, когда мы тратим время на осуждение, ну, предположим, да, Господь добрый, Он нас простит, что мы за Него, Его творение начинаем судить. Ну, слава тебе, Господи. Но просто у нас есть некоторое время жизни на то, чтобы достигнуть вечности, достигнуть спасения души. А мы это время потратили на то, что нас никак к Богу не приблизилось. И в итоге мы приходим на страшный суд и сказали, Господи, я заметил этот грешник, этот грешник, этот грешник. О, как хорошо, вот они стоят слева уже, вот они даже ват идут. Ой, удивительно, а кто-то ты оправдал, в рай идет. Ну, а я тоже в рай пойду, ну, чего ж тут сомневаться, раз даже вот этот там грешник идет. А Господь говорит, не знаю тебя, иди в муку вечную. И думаешь, почему, почему? Вроде старался, вроде христианин, вроде там исповедовался, и, правда, там Евангелие читал со своей жизнью, сравнивая. Почему же я лишен вечной, радостной, благой райской жизни? Что же произошло? А на самом деле ничего даже особо не произошло. Может, даже грехи не такие страшные, может, не на бревно, а на сучок. Но все равно ты свой грех не заметил, не смог вынуть, потому что силы твоей души, силы, у нас силы же души ограничены. Они вместо того, чтобы быть направлены на то, чтобы из себя грех достать, ты их потратил впустую. В попытке достать грех из другого человека. А грех из другого человека не достанешь, потому что только человек может себе помочь, и только Господь ему может в этом содействовать. За другого человека ни в чем не покаешься. Да, мы можем подсказать, да, мы можем как-то исправить. Конечно, заповедь любви, она перекрывает все, что вот сказано нами до этого. Если мы действительно человеку сострадаем, сопереживаем, если мы его всячески любим, то даже видя, что он неправ, мы будем не злорадствовать, мы будем его не осуждать, а будем, наоборот, находить оправдание. Да, он поступает так, но какая тяжелая часть жизни. Ой, сейчас жизнь легкая, а какое детство было тяжелое. Ой, и детство было хорошее, но значит, просто вот сегодня что-то стряслось, а так-то, в принципе, все благополучно. Потому что нами будет двигать любовь, и даже, наоборот, порой люди в какой-то вот ослепленности, в его влюбленности даже не видят совсем недостатков другого человека. Мы тоже вот если все-таки такую любовь будем в свое сердце культивировать к любому человеку, то мы поймем, рассуждаем мы или осуждаем. Потому что порой человек говорит, ну я же по справедливости сказал, он правда дурной человек, он правда там вор, этот правда убийца, этот правда там изменяет. Ну, где же я соврал? Так нет, Евангелие, оно не про справедливость. Справедливость Господь на старшном суде восстановит. Евангелие, оно про милосердие. Потому что Господь берет и своим милосердием решает, простить или осудить. И если мы этого не поймем, то, собственно, Господь говорит, ну какой меры мерить, такой будет мериться вам. И тогда мы придем на старшный суд, и тоже Господь к нам отнесется без милосердия. Скажет, ну будем не по любви, а по осуждению тебя судить. Но шансов у тебя тогда-то никаких. Поэтому, дорогие братья и сестры, все-таки помним, чужого раба не осуждаем. Помним, что исправляя чужой грех, можно, увы, упустить из вида свой. И самое главное, что наш расчет должен быть не на справедливость, не справедливость, а именно на любовь, которую мы являем другим людям. И которую Господь, дай Бог, на страшном суде явит нам.